Всем привет, дорогие друзья! С вами Алина Магомедов и Алина Ерохова, и мы с вами в клубе 187 БЖЖ. Мы давно готовили с БЖ Фрикс для вас информацию по поводу концепции моего прохода гарда и, в принципе, работы сверху. Собственно говоря, вы ее дождались. Давайте приступим. Мы начнем немножко с работы с гарда, чтобы вы поняли, что одни и те же теории, в принципе, ложатся как на работу снизу, так и на работу сверху. То есть, то, что вы сверху или снизу, это лишь опционально меняет ситуацию. Самое главное, что для меня в джиу-джитсу есть, почему я люблю, допустим, закрытый гард и открытый гард. Потому что, ну, дело не в том, что почему я их люблю, а почему они такие сильные позиции. Потому что здесь у меня контроль над серединой тела соперника, его ноги и его руки, основные четыре, ну, не основные, вообще основные конечности, отделены друг от друга и он не может их совместить в одну целую работу, чтобы противостоять мне. Я же наоборот, я могу и руками, и ногами контролировать его, будь это открытый гард, будь это закрытый гард, будь это даже, вот если у меня руки нет, условно, работа с курткой, абсолютно не принципиально, что именно мы рассматриваем. Даже не подразумевайте гарды как закрытый или открытый. Для меня важно полный гард или неполный гард. То есть у нас есть понятие half-гард, половина гарда, но почему-то full-гард очень редко в понимании слышим, мы сразу начинаем слышать или открытый, или закрытый гард. Но и закрытый гард, и открытый гард, это оба гарда, где мы работаем полным гардом. Напомню, что такое полный гард, это где у меня все четыре конечности в игре, не, это не закрытый гард, у меня две руки, две ноги, работают с соперником. Открытый гард, спайдер гард, любые из этих гардов, где мои обе ноги еще мобильны и могут осуществлять некую работу и выполнять задачи по как раз блокированию нашего соперника, по недаванию ему пройти наш гард и использование своих сильных сторон, это полный гард. Как только одну из наших ног перешагивает, засовывает half-гард, да, неважно это допустим лас, что угодно, любые другие гарды, это уже у нас половина гарда, потому что одна нога у нас по сути отключена от игры, и мы про это много рассказывали, есть прям целые блоки про это, которые вы обязательно должны посмотреть, чтобы освежить себя в память и более со свежим взглядом посмотреть на то, что я вам сегодня покажу. Соответственно, вот здесь, самая главная моя задача, когда я работаю сверху, как вы поняли, это не попадать в полный гард нашего соперника. Ну, у нас, условно, схватка начинается со стойки. Дай, пожалуйста, схватит, прыгни гард. Если я вот так вот буду садиться в закрытый гард, ну, ничего хорошего отсюда начинаться не будет. Опять же, у человека всегда есть контроль двух рук, даже если он хочет работать открытый гард, через закрытый гард всегда удобно раздобыть вот эту руку, а для меня вот эта рука самая главная, потому что я правша, я люблю, ну, сейчас вы поймете, кому приоткрою гард. То есть вот сюда попадать и рассчитывать на то, что теперь будет легкая схватка, и я с легкостью переиграю своего соперника, довольно-таки наивно, потому что мы изначально попали в самое хроновое положение, в котором мы могли оказаться при работе сверху. Условно, а теперь даже если откроют гарда, будут работать открытые гарды, либо ноги сюда, даже если я вот работаю, как я должен, я одну ногу вставляю, чтобы немножко прикрыть середину своего тела, самое главное, что меня будет мучить, это как раз отсутствие моей главной руки, которой я должен осуществлять, собственно, проход в хавгард, чтобы человек из полного гарда оказался в половине гарда. Если бы, условно, этой руки не было, вы помните, я всегда имею доступ, раз рука свободная, я всегда имею доступ, как бы человек ни работал здесь ногой, к этой ноге, я всегда смогу ее приводить сюда и отключать ее, чтобы уже существенно облегчит мне работу с нашим соперником. Более того, я не просто засовываю хавгард и начинаю встать, я ее контролирую и не позволяю этой ноге вылазить. Соответственно, как бы она здесь ни крутилась, или он с кем бы не боролись, что бы он делал, пока нога между ног, это уже теоретически не полный гард, а половина гарда. Потому что полный гард, он станет только тогда, когда нога будет здесь. И даже не обращайте внимания на то, что он одержит. Это может быть ворм гард, это может быть лапел гард, может быть спайдер с двумя рукавами, но суть в том, что главное, на что вы обращаете внимание, пока у человека две ноги и две руки против вас, вы гораздо более уязвим, чем если вы обойдете одну из ног, потому что, по сути, вся суть джиу-джитсу, это обойти гард, зафиксировать положение давайте. Смотрим, мы обходим гард, ноги соперника больше нам не мешают, у нас остались только руки и голова. То есть, по сути, наша главная задача, как джитсера, это добраться до головы и задушить его. Чтобы добраться до головы, у него есть прямо вот как система защиты. Первое, на что мы нарываемся по защите, это ноги, которые прямо называются гард, условно защита гард. Когда мы ее обошли, нужно понимать, что здесь человек, ну как бы еще не полностью не дееспособный, но ему гораздо уже хуже. У него сразу становятся две руки, да, и это второй уровень защиты, с которым нам придется работать. Их можно еще прямо, скажем так, по кропалям разобрать, я сейчас более подробно пойду. Но первое, это ноги, второе, это руки, после рук уже, по сути, у человека ничего не остается. Мы, обнимая его голову, добираясь до головы, лишаем самого главного, что человек может делать, это мобильность. Потому что все, даже вот все креветки, все вот, любой горплы, любое движение начинается с head movement, то есть движение головы. Если вы обратите внимание на сюда, не, не, иди сверху. Вот условно. Если даже мы в хавгарде, возьми хавгард, и она здесь наберется до моей головы, отвернет меня, мне уже гораздо хуже, вот я эту позицию гораздо меньше люблю, чтобы вы понимали, чем та же самая позиция, где она обойдет мои ноги, обойди мои ноги, да, обойди мои ноги, ляжет вот здесь, и у меня руками я еще контролирую руку. То есть, да, с точки зрения IBGE, конечно, она получила три балла, у нее преимущество. Но я не ориентируюсь на баллы, когда просто концептуально рассказываю, как бороться и что делать, чтобы победить. Условно, представьте себе, что мы боремся, ну, типа, с admission only, no time limit. Там баллы не имеют значения. Имеет значение в конечном факторе просто кто сдастся, и кто выиграет, и кто проиграет. Соответственно, мне гораздо, я больше уверен в работе здесь, нежели в том же хавгарде, потому что хавгард это единственное место, ну, раскатанный хавгард с головой, это единственный гард, в котором человек добирается до головы. Все остальные гарды, ласа гард, открытый гард, закрытый гард абсолютно не позволяют сопернику добраться до вашей головы. И вот условно здесь, даже чтобы отсюда выйти, смотрите, все креветки, которые я буду делать, они, ну, с головой сразу. То есть, я буду именно за счет головы стартовать движение всего своего тела, и уже раскачивая, как бы, инерционно все тело, буду выезжать из-под соперника. Если нашу голову держат, это уже невозможно. Ложись снова. Итак, возвращаясь, я, возможно, не совсем буду правильно хронологически строить свои объяснения, потому что порой буду вспоминать, что есть что-то более важное, что я упустил, поэтому просто примите это, вам в любом случае, когда вы всю информацию целиком услышите, у вас понимание того, как работать, так или иначе, должно сформироваться. Возможно, все будет не в правильном порядке, но мы к этому придем с опытом, поймем, как это правильно разобрать. Соответственно, смотрите, давайте с самого начала просто рассмотрим закрытый гард, просто отдельные позиции, и потом уже пойдем, ну, пойдем дальше по всем концептам, которые я вам хотел рассказать. В закрытом гарде, как вы понимаете, человек всегда хочет нас притягивать, контролировать, отбирать микрофон в данном случае. Так вот, главная задача нашего соперника, это затянуть нас вниз, контролировать нашу осанку, потому что у нас тогда будет спина отключена, спина будет утомляться, и рано или поздно он нам что-нибудь сделать. Поэтому первое, что вы должны делать, научиться просто вот так вот сидеть, руки я люблю стоять вот таким образом, потому что в идеале, конечно, вот, как бы, в теории она меня тянет вот по такой траектории, да, я вот так буду жать, и она абсолютно меня не потягивает. Но, когда мы держим такие симметричные руки, мы очень подвержены под вот это вот, человек заплывает внутрь, сбивает наши руки, и, ну, в долю секунды мы ничего не можем поделать, кроме как упасть на соперника, если он нас еще в этот момент притягивает. Поэтому, понятно, есть захват, но подождите, я как, даже вот если вы ноги боретесь, да, что делать, если ноги у вас нет куртки? Никогда не хватайте симметричные захваты, всегда одну руку сюда, вторую сюда. Почему? Потому что даже если она будет сбивать руки, даже она только по одной руке за раз может сбить, у меня всегда будет вот эта секунда регенерировать положение своих опор. Здесь две, они одновременно улетят, и в эту секунду я абсолютно подвержен падению. Поэтому всегда начинайте вот эту, да, она защищается, да. Возможно, если это кимомо, актуально брать пояс, это супер хороший захват, с которым человек ничего не сможет поделать, то есть ему так иначе придется просто рукава хватать и открывать. Это если мы говорим о том, что человек хочет нас держать в закрытом гарде, а нам нужно отсюда выбираться. Никаких невынужденных ошибок здесь лучше не совершать. Самый простой проверенный способ для меня это вот хватать две куртки, держать ее здесь, хватать рукав, вставать с левой ноги, вставать с правой ноги, открывать. Здесь единственное два сценария может быть. Она может держать эту руку, и тогда я не смогу этой рукой потянуться. В таком случае я передаю руку сюда, хватаю и просто открываю с другой стороны. И сразу располагаюсь в своем любимом расположении, где у нас я здесь, и правое колено у меня защищает мою линию сгиба. Потому что если я сяду на колени, ничего человека не останавливает, это то, чтобы закрывать снова гард. Соответственно, главное правило, которое вы должны зазубрить и усвоить при работе сверху, никогда не садитесь на колени, за исключением, если вы не обошли гард. Сидя на коленях, ну, условно, это может быть хавгард, я сижу на коленях, если я себя комфортно чувствую. Но в полном гарде, когда у человека еще ни одна из ног не отключена, сидеть на коленях это прямой путь к закрытому гарду, просто запомните. Поэтому, когда нас оттягивает, всегда вот я располагаюсь вот таким образом. Да, она может держать что угодно, и я абсолютно понимаю, что у нее всегда будет доступ к этой руке. Эту руку надо прятать. И уже дальше мы будем сооружать за счет этой руки разные способы отключения этой ноги и прохода дальше. Соответственно, по закрытому гарду более-менее вкратце все понятно. Но мой самый главный вам совет, ребят, ну, лучше туда никогда не попадайте. Потому что, попав туда, на самом деле рассчитывать на хороший исход и на то, что вам будет просто и легко уже, как я сказал, наивно. Рассмотрим еще ситуацию, где мы попали в закрытый гард. Человек сразу взял два рукава, сразу открывает гард, начинает предлагать нам открытый. В целом, для меня это чуть лучше, чем если бы я работал в закрытом, потому что я хотя бы могу ставить свою ногу. Да, как я и сказал, я не смогу левой рукой пока что работать так, как я хотел бы, потому что у человека есть хорошие контроли, которые не позволят мне тянуть назад. Здесь нужно понимать, что для начала, после ноги все, да, то есть нога, есть ее ноги здесь, опять же, это не то, о чем я говорю, она меня может обратно притягивать. Нога должна быть между ног, то есть мы хотя бы одной ногой с одной правой стороны моего тела счистили ее с линии сгиба. Она еще осталась с левой стороны, как видите, она между моим локтем и между моим коленом. Что здесь делать, чтобы обойти эту руку? Опять же, рукой мы никогда не переборем, используем нашу правую ногу. Правую ногу отпихиваем, локоть суем. Но теперь я сидеть вот так уже не могу, потому что она в любой момент дернет руку и вернет обратно. Поэтому, когда мы это сделали, важно сесть на корточки и двумя руками симметрично прикрыть наши линии сгиба. Напоминаем, линия сгиба это буквально линия, где наше тело сгибается пополам. Соответственно, мы здесь чаще всего соперник будет обе ноги держать вот таким образом на плечах. Почему? Потому что, во-первых, я не могу на него доить весом, во-вторых, мне не очевидно, в какую сторону проходить. Но здесь вы должны понимать, единственное направление, в котором нужно идти, это идти вот сюда, вот сюда, добираться до захвата. Вот нога упала, я уже ее пройду, поэтому, Алина, тебе сейчас нужно будет больше держать, стараться выше. Вы должны понимать, что вот этот шалу ласу гард, который мы рассматривали, он не позволяет мне хватать руками и буквально обходить своими ногами ее ноги. То есть, если это будет вот просто болтаться, просто будет болтаться, все, мы ноги подключаем, и у нас проблем с гардом не будет. Все настоящие проблемы у нас ждут вот с такими очень неприятными гард-плеерами, которые понимают, как до последнего всем своим телом, всеми четырьмя конечностями осуществлять контроль меня. И это самое главное, с чем мне придется, скажем так, мучиться. Что мы здесь будем делать? Как я сказал, мы садимся на четыре конечности, вот таким образом закрывая. Дальше моя задача идти сюда, идти сюда. Алина, очень уязвима, потому что совсем не так располагаешься, иди сюда, смотри. Вот, когда ты здесь, то есть вот так вот быть нельзя, понимаешь, это тебя сразу скидут. Здесь нужно быть расслабленной, иди в меня, дари в меня. То есть, вот, 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 расслабленная, расслабленная, да. Стараться не напрягать вот так вот ноги. Держись. Соответственно, не, нет, сначала закинь сюда. Да, мы были здесь, я скинул ногу, зашел, пришел сюда. Я иду, стараюсь на нее давить, да. Если она на меня вот так упирается, мне будет очень легко уйти сюда, хватать за руки, извиняюсь, за рукава. Теперь она также не сможет вернуться в линию сгиба. Я выбираю одну сторону, ставлю колено, и уже обхожу. Это довольно сложная история, но она сложная как раз потому, что вы попали туда, куда я советую никогда не попадать в работу соперника, который умеет работать четырьмя конечностями. Тем не менее, если вы туда попали, вы хотя бы должны понимать, где здесь единственное уязвимое место. То есть, вот так вот стоять, условно, полно открыто, возьми, да. Вот здесь рассчитывать на хороший результат, как вы помните, не получится. Потому что у человека есть целые варианты, как он себя ведет, когда я спину параллельных ногах, как он себя ведет, когда я лидирую одной ногой. То есть, помните, ножницы, свип, щипцы, свип через себя. Вся вот эта история будет работать, и, ну, я знаю, как я могу это останавливать. Она меня либо кинет через себя, либо я сделаю ноги, она мне сделает щипцы. Да-да-да, я верю. Теперь, либо я ногами здесь, она будет меня выбивать, либо сюда, либо туда. То есть, здесь целая сеть атак, которые на самом деле бесконечно защищать не получится. Человек в любом случае преуспеет. Соответственно, единственный способ лимитировать меня его от этого, скинуть сюда, скинуть сюда, и вот. И давать контролировать линию сгиба. Но дальше, если я просто буду вот так вот вычистить и ничего не делать, она вернет эту позицию. Более того, я уже более утомлен, и теперь мне придется мучиться, и, скорее всего, она все то же самое на мне закинет и все сработает. Поэтому здесь нужно уметь навязать то, что я ее с открытого, извиняюсь, с полного гарда приведу в хав-гард, где одна нога отключится, и вся ее концепция работы полным гардом разрушится. Что мы делаем? Хватаем, идем сюда, давим, стараюсь поближе, поближе взять, смотрите. И вот она есть и на плечах, ей комфортно, я стараюсь уйти. Тогда человеком ноги начинают утомляться, потому что ей тяжело здесь работать. А мне нет, я просто руками держу, ничего особого не делаю. Выбираю сторону, перешагиваю, и все. Дальше, по сути, ей уже рукава не нужны. Потому что человек работает с рукавами только тогда, когда у него полный гард. Когда я хав-гард навязал, абсолютно нет смысла работать с рукавами. Чаще всего человек уже будет защищаться. Мы как раз сейчас к этому придем. Ага, и все. Итак, запомните, при работе сверху не попадаем в закрытый гард, поскольку мы не будем рассматривать разные способы контроля в закрытом гарде, что он там армбары нам будет накидывать, как защищаться от армбаров. Это все уже дело каждого и просто из личного опыта. Я вам просто скажу, что лучше вообще туда не попадать, чтобы вы не сталкивались с этими мучениями, с которыми там неминуемо столкнетесь. Соответственно, не попадать в закрытый гард, это не садиться на колени. И самое главное, меня даже не сам закрытый гард мучает больше, а именно страх перед человеком, который умеет хорошо работать в открытый гард и неминуемо меня заставит утомиться до того, как я смогу навязать свою борьбу и утомить его. Понимаете? То есть, если я понимаю, что это, скажем, сабмиши-норли, нас балла не интересует, меня не волнует, там будут ему давать пассивы или нет. Важно, смогу я выиграть его до того, как он сможет выиграть меня или нет. Соответственно, никогда туда не лезьте. Теперь все, что я буду рассказывать, как раз то, что как бы человек не пытался закануть гард, как располагаться, чтобы он не мог закрыть гард и не раздобыл вторую руку. И уже будут мои как раз сильные стороны, потому что у меня полная динамика и полная свобода с этой рукой и с этой ногой. То есть, сейчас вот именно вот эту историю буду разбирать. Тяжелая работа, Алексей, тяжелая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова